В этих детях природа заложила разные возможности, но права остались одинаковыми. Уже 10 лет этого принципа придерживается Центр специального образования Самарской области. Свой юбилей он отметил в рабочей обстановке на научно-практической конференции. Под руководством Центра в регионе выстроена целая система дошкольного и инклюзивного образования, сама по себе уникальная. Чем? Подробности в сюжете. Новаторы, первопроходцы, так называют сейчас этих женщин, тяжелым делом занят преимущественно слабый пол, а 10 лет назад они совершили невозможное. В 2003-м, когда об инклюзивном образовании в России слышали немногие, в Самаре нового не испугались. Сначала создали нормативную базу, а по ней и целую систему. Дошкольного, как они сами называют его, раннего образования и, собственно, инклюзивного, когда дети с отклонениями в развитии могут учиться вместе с обычными детьми. Такого 10-летнего долгосрочного опыта вот в этих двух направлениях, насколько я знаю, нет ни в одном регионе Российской Федерации. В большинстве регионов есть некие центры, которые оказывают раннюю помощь, но это, как правило, одно учреждение. Вот такого сетевого подхода к решению проблемы, такого охвата нет ни в одном регионе Российской Федерации. Но главное ведь результат, а о нем говорят цифры. 9,5 тысяч педагогов прошли обучение в центре за эти годы. 3,5 тысячи семей ежегодно получают квалифицированную поддержку. Почти половина детей, которых в первые годы жизни показали специалистам, садятся за парты вместе с обычными школьниками. Логопед Виктория Кишова, у нее этот показатель близок к 100%, к каждому ребенку ищет индивидуальный подход. Если ребенку, например, нравится рисовать очень, то мы садимся и рисуем, мы развиваем речь в процессе рисования. И все грамматические категории мы отрабатываем тоже, рисуем с ним. И рисуем те же большие дома, маленькие домики. И в процессе этого идет отработка речевых наук. Потом мы про них рассказываем, составляем истории, развиваем речь. Сейчас в области действует 14 специальных центров ранней помощи и в 300 школах области внедрена система инклюзивного образования. Но самое сложное – это даже не сам процесс обучения. Родителям порой не под силу. Сама дорога до школы или детского сада. Удобные пандусы. Их так не хватает в Самаре и области. Здесь еще есть над чем работать. Программа «Доступная среда» расширяет человеческие возможности. Нина Ванина, Светлана Стрибкова, Дмитрий Столяров. Новости губернии.